В выездном заседании, которое состоялось в Щелкове, помимо депутатов из профильного комитета Московской областной думы, участвовали также депутаты из других комитетов и комиссий регионального парламента, а также представители руководства муниципалитета. Сегодня комитет по вопросам охраны, здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы продолжил свою практику, которая была заложена еще два года назад. Это выезжать на территории, выезжать в муниципальное образование нашей Московской области, для того, чтобы на земле своими глазами, своими руками пощупать то, как реализуется очень важная программа губернаторской модернизации здравоохранения. В программе совещания было также посещение лечебных учреждений. Первым адресом, где побывали депутаты, была больница номер 2. Здесь после ремонта, на который затрачено около 250 миллионов рублей, обновлены несколько корпусов. Работы проведены в лор и офтальмологическом отделениях, приведены в порядок входные группы, фасады зданий. Депутатам рассказали, что в лечебное учреждение поступает современное диагностическое оборудование, отвечающее современным стандартам. Если мы возьмем нашу вторую больницу, это обновление службы анестезиологии и реанимации в рамках приобретения оборудования наркозного оборудования. Если мы возьмем службу хирургической помощи, это приобретение видеолапароскопического оборудования. Если мы возьмем отделение уториноларингологии и офтальмологии, это приобретение современного оборудования для лечения заболеваний глаз, уха, горло, носа. Члены Думского комитета осмотрели также работу областного центра материнства и детства. Учреждение вышло на отличный показатель в снижении младенческой смертности. Он приблизился к значениям ведущих стран Европы. Перинатальный центр по праву называют «жемчужиной здравоохранения Подмосковья». Не случайно именно в актовом зале этого медицинского учреждения и проходило областное совещание. В нем участвовали главные врачи всех учреждений здравоохранения первого медицинского территориального округа. На совещании, естественно, в первую очередь обсуждались проблемные вопросы. Где-то недостатки медицинского персонала, я говорю сейчас о врачах, и в Щелковском районе мы на районном уровне проводим работу всевозможную. И привлекли в этом году, обеспечивая служебными жилыми помещениями, также выдаем компенсацию за съем жилья. И работаем, помогаем главным врачам в том, чтобы министерский персонал, привлеченные кадры могли получить по областной программе ипотечное жилье. Мы, конечно же, очень благодарны правительству Московской области, Министерству здравоохранения, Московской областной думы за реализацию программы здравоохранения Московской области. И я думаю, что мы на этом останавливаться не будем, у нас далеко идущие планы. Вот как сегодня говорил врач и больницы, что уже все заявки на 2019 год сделаны. Поэтому давайте работать все вместе, для того, чтобы нашим жителям было еще лучше. На заседании начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер один Министерства здравоохранения Московской области Андрей Раздорский отметил, что структура территории под номером один, куда входит и городской округ Щелково, состоит из 10 муниципальных образований. Численность населения составляет более 1 миллиона человек. В 2018 году территория получила дополнительно 134 единицы современного оборудования. Проведен ремонт в 18 учреждениях здравоохранения. На совещании шла речь и об итоговых цифрах по различным заболеваниям в Щелкове и в его поселениях, а также о причинах, которые влияют на эти показатели. Первое, конечно, это отсутствие климико-диагностической и кадровых ресурсов. Порой даже приходилось, и сейчас эта система работает, привлекать, идти на не совсем популярные меры. В части диагностики онкологических заболеваний, например, мы привлекаем наших коллег из перинатального центра, где мы сейчас находимся, в части проведения маммографии и консультации маммолога-онколога. Я думаю, что показатели уже 2019 года будут более оптимистичны. На совещании начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Подмосковья Валерий Ступак сообщил, что уже к концу года поставлена задача сократить время ожидания приема к терапевту и к педиатору. Другая задача – достичь планового показателя в обеспечении лекарствами всех пациентов. Так, например, для тех, кому лекарства выписываются по индивидуальному курсу, это будет уже не 14 дней, а 7. На совещании обсудили и задачи, стоящие перед здравоохранением области на 2019 год. Новые поликлиники открываются, новые больницы, и на этом программа не останавливается. По тому бюджету, который Московская областная дума приняла в конце прошлого года, у нас основное финансирование идет как раз на здравоохранение и образование. 108 миллиардов рублей – это серьезные деньги, это прежде всего новое оборудование, это новое строительство, это новый капремонт, ну и, конечно же, привлечение кадров и закрепление их на нашей территории.